Последние детали масштабной стройки сегодня обсудит в Харбине российская делегация с китайскими коллегами. По плану уже летом начнется возведение автомобильного моста через реку Амур. Он соединит наш Благовещенск и китайский Хэйхэ. Власти региона связывают с переправой очень большие надежды. Но это увеличение экспорта и сокращение транспортных расходов. И главное стимул для развития местного производства. Но кто же заплатит за грандиозный проект, разбиралась Алифтина Пенгальская. Амур между Россией и Китаем. Это не только о теплых отношениях между нашими странами, учитывая взятый Москвой курс на восток, но и о географии. Около 80% российско-китайской границы проходит по рекам, в том числе и по Амуру. А это тысячи километров, которые серьезно затрудняют логистику между Амурской областью и ближайшими китайскими провинциями. В летнее время курсируют теплоходы, а когда река замерзает, между Благовещенским и Китайским Хэйхэ монтирует понтонный мост. Но пропускная способность у него, как понимаете сами, невелика. При этом расстояние между городами по прямой через реку менее 5 километров. Жители городов могут смотреть друг на друга с набережной, как вы видите на фото, а водителям приходится ехать в объезд. А это почти 3,5 тысячи километров. По подсчетам экспертов, сейчас годовой товарооборот по этому коридору не превышает 300 тысяч тонн в год. А после открытия нового автомобильного и железнодорожного моста он вырастет в 10 раз, почти до 3 миллионов тонн в год. Причем не думайте, что товары идут исключительно из Китая к нам. По данным Министерства иностранных дел России, за первое полугодие 2015 года экспорт Амурской области составил в денежном выражении порядка 212 миллионов долларов. Кстати, ощутимый прирост по сравнению с годом 2014. При этом импорт вдвое, даже более чем вдвое меньше, всего в районе 70 миллионов долларов. Связано это с ослаблением курса рубля к юаню. Почему именно к юаню? Потому что Китай является основным внешнеторговым партнером Амурской области. Доля КНР в товарообороте региона составляет около 90%. Соглашение о возведении необходимой переправы подписали в сентябре прошлого года. По плану работы должны начаться уже этим летом, одновременно с двух берегов реки. Нашу часть моста строят российские подрядчики, причем желательно из Амурской области. Ну а за противоположную отвечают китайские коллеги. В эксплуатацию мост хотят везти в 2019 году, то есть через 4 года. Сначала автомобильный, потом железнодорожный. Ну и как всегда, самый главный вопрос. Как будет финансироваться этот проект? По последним данным оценивается он почти в 19 миллиардов рублей. Хотя еще осенью, кстати, называлась цифра в 16 миллиардов. Однако, одно осталось неизменным. По словам руководителя Амурской области, в проект не будет вложен ни один федеральный рубль. А схема финансирования такова. Специальная российско-китайская компания получит займ на строительство в банке КНР на сроком на 20 лет. Обеспечением кредита станет залог права взимания платы за проезд. Ну и планы, конечно, самые радужные. Власти региона считают, что мост даст толчок развитию тех самых торов, территории, опережающего развитие на Дальнем Востоке. Но обещанного, увы, можно ждать очень долго, как показывает практика. Так, в соседней еврейской автономной области проект моста через Амур реализуется уже 8 лет. Первые соглашения были подписаны еще в 2008-м. Строительство началось в 2014-м. Ну а к настоящему моменту китайская часть проекта уже фактически завершена. Ну а российская сторона к работам еще не приступала.